На связи со студией Freedom Ольга Курносова, политический аналитик, главный редактор портала «Автор Эмпайр». Ольга Владимировна, приветствую вас в эфире. Здравствуйте. Вот такие назначения на должности. О чем они сейчас говорят? О том, что у Путина кредит доверия заканчивается лавка запасных, либо же усиливается контроль над какими-то денежными потоками, над какими-то, возможно, сферами. И если он усиливается, то с чем это связано? Почему в этом необходимость возникает на данном этапе? Ну, смотрите, это говорит о том, что вот на самом деле какая новая элита формируется. Она формируется из детей и близких, родственников, друзей Путина или тех людей, которым он доверяет. А вовсе не из каких-то там призрачных героев СВО, про которые Путин говорил во время своей так называемой предвыборной кампании. Так что вот это, что называется, наследственная аристократия, такая вполне себе монархическая история, это то, что и есть такая суть сегодняшнего российского режима. Однако, если говорить о своем преемнике, о преемнике Путина, вот вопрос преемника я не верю. Просто потому что, как такой диктатор настоящий, Путин не верит в преемников, по крайней мере, пока он жив. То есть, может быть, конечно, каких-то людей на после того, как он покинет этот мир, или его, собственно, уже сверху, ну, если его сверху, то никаких преемников не будет в принципе, да? А вот после своей смерти возможно, потому что, конечно же, как настоящий диктатор, он будет держаться за свое кресло до последнего, будь то его смерти, либо свержение его с его трона. Ну, опять же, вот эта причина, почему близкие родственники появляются возле руля, то есть, это жадность все-таки или кризис доверия? Ну, и то, и другое, и жадность, и кризис доверия. Конечно же, Путин не про идеологию, он в первую очередь про деньги, и поэтому все остальное — это лишь форма удержания власти. Он про власть и деньги, про деньги и власть. Власть как способ заработка денег и одновременно как способ удовлетворения собственного эго. Поэтому, конечно, если вот эта такая диктаторская модель управления, тут нужны люди доверенные. А когда люди доверенные стареют, ну, кто может быть доверенными людьми? Только дети тех самых доверенных людей, которые постепенно стареют. В конце концов, даже там уже Патрушево уже тяжеловато, все в возрасте, да и сам Путин не молодеет. Поэтому вот на каких-то важных, причем, заметьте, это в первую очередь сейчас должности заместителей, да, для того, чтобы они подросли, для того, чтобы они чему-то научились, для того, чтобы они в будущем могли уже этим руководить, да. Поэтому, так сказать, что называется, птенцы учатся летать, становятся на крыло. Поэтому пока вот это формирование той группы, которая сейчас смена поколений в управленческой элите, которым Путин доверяет. Да, очевидно, что и дочери российского диктатора Путина не просто так впервые вместе появились на Петербургском международном экономическом форуме. Напомним, старшая дочь Марина Воронцова лично присутствовала на нем, рассказала об инновациях в биотехнологиях и биопроизводстве. Младшая дочь Путина, Екатерина Тихонова, присоединилась онлайн, рассказывала об обеспечении технологического суверенитета военно-промышленного комплекса РФ. Официально российский диктатор не появлялся на публике со своими дочерями никогда, и более того, Путин никогда не подтверждал ни имена своих детей, ни имена своих внуков. Поэтому вот такое внезапное публичное появление Воронцовой и Тихоновой. Журналисты и политические эксперты сейчас расценивают как подготовку их к политической карьере, ведь это распространенная практика среди так называемой российской элиты. Вообще, что вот известно о ближайших родственниках Путина, более далеких, когда, ну, слушайте, двоюродная племянница, ну, как-то это вот, да, как оказалось бы, седьмая вода на киселе, а вот видишь заместитель такого крупного министра. Кто эти люди, какими талантами они обладают, чтобы занимать такие должности, насколько они компетентны в этих сферах? Не будем забывать, что все-таки она не только двоюродная племянница, но еще и жена, собственно, Цивилева, да, поэтому тут как бы такое двойное довеет, в конце концов, это же как губернатор, да, то есть тоже из действующей элиты, ну, и родственницах, да, потому что вот особенно те люди, которые носят фамилию Путин, зачастую самими же чиновниками используются для того, чтобы демонстрировать некую близость к самому Путину, да. Не всегда Путину нужно их двигать, а вот, собственно, как-то показывать, насколько они преданы Путину, это всегда важно. Что касается дочерей, это отдельная история, вы правильно заметили, что мало того, что он никогда с ними не появлялся, но и фамилии они носят не его. Дело не в том, что они там замужем, они в принципе никогда не носили фамилию Путин, обратите внимание, то есть несмотря на то, что вроде как все время в современной России нам получат о семейных ценностях самому Путину, но семью совершенно наплевать, даже на свою собственную, поэтому он никогда не появляется со своими дочерьми, и поэтому дочери не носят его фамилию. Но как-то все-таки принято, что дети, они имеют фамилию родителей. И по большому счету это и говорит о какой-то связи поколений, но, как мы знаем, дело не в том, что Путин давно разлелся со своей бывшей женой, от которой, собственно, и есть эти дочери, но и непонятно вообще, как давно он перестал с ней жить, да, и вообще, как давно он перестал с этими дочерьми жить. Мы ничего в этом смысле о его личной жизни не знаем. Мы знаем только про слухи, будь то Алины Кабаевой, будь то какие-то другие любовницы. Мы даже не знаем, вот эти самые любовницы, они настоящие, или это тоже запускаются просто слухи для того, чтобы показать, ну, например, что у Путина традиционная сексуальная ориентация, вовсе не какая-то другая, а то как же такая скрепная страна, и вдруг, так сказать, неизвестно, кто президент, да, вся концепция, можно сказать, летит кверх ногами. Поэтому дочери, они такая полезная история для того, чтобы показать все-таки, ну, как же вот у Путина и дочери есть. Ну, а уж если говорить про Марию Воронцову, ну, она вообще занимается важной вещью, да, Путин хотел бы жить вечно. Вот она, что называется, долголетием и занимается. Вдруг найдет формулу бессмертия для папаши. Вот его мечта такая. И не зря и Сурков про это говорит. Вот, кстати говоря, Ольга, вот тут интересный вопрос. Если мы говорим о преемничестве, то в каком контексте мы его рассматриваем? Что Путин передаст кому-то власть, либо что это уже будет власть после того, как диктатора, не станет преемником на себя перебрано? Ну, я уже сказала, что я не верю в то, что Путин готов кому-то передать власть. Просто потому, что он сам никогда не поверит в какие бы то ни было гарантии. Хотя, если мы посмотрим и откроем последние поправки в федеральный закон о гарантиях бывшим президентам и членам их семей, то мы увидим, что бывшие президенты в Российской Федерации обладают таким комплексом неприкосновенности и члены их семей. Вообще нельзя ничего. Не то, что там возбудить против них административное уголовное дело, но зайти в их какие-то дома или квартиры, зайти в их, обыскать машину. Ничего нельзя. Поэтому, конечно, если говорить о привлечении Путина к ответственности, а я уверена, что рано или поздно мы все-таки до этого дойдем, то нужно будет, безусловно, отменять вот этот федеральный закон о гарантиях бывшим президентам и членам их семей, чтобы и Путин ответил по полной перед законом, в том числе российский, который он просто попрал, как и Конституцию, которую он просто растоптал, так и Медведьев, которому тоже много что может определить. Ну, кстати говоря, мы говорим о человеке, который называет, по крайней мере, себя президентом Российской Федерации, но хотя, по крайней мере, мы-то с вами прекрасно понимаем, что никакого отношения он к этой должности, по сути своей, как он на эту должность попал, не имеет. Как внутри России могут отнестись к тому, что вот так, не спрашивая, да, по сути, людей, которым даже имитируют какой-то процесс выборов в последнее время, ну вот просто навяжут там условную дочку Путина, вот наследованную принцессу? Ну, что касается дочерей, я не сильно верю, что Путин готов именно дочерей двигать даже в какие-то свои преемники после смерти. Почему? Потому что, как и многие постсоветские люди, у него вот этого в голове гендерного равенства нет. Как и многие постсоветские люди, он считает, что женщина все-таки не до человека. И это касается всех, в том числе и его дочерей. Вот если бы у него был сын, может быть, тогда. Так что для женщин есть отдельные должности. Вот Матвиенко, сейчас председатель Совета Федерации, раньше возглавляла Министерство по социальной политике. Это очень такое советское клише, да, то есть женщина может заниматься либо социальной политикой, либо вопросами семьи, детства и прочими вот этими вещами. А какими-то серьезными мужскими делами женщина заниматься не должна. Мне кажется, что в голове у Путина такие клише до сих пор. Ну, а опять же, если посмотреть на то, как Путин продвигает людей к себе приближенных, ну, прямо в переносном смысле этого слова, порождает ли это некое такое ощущение конкуренции внутри российских элит? Ну, конечно, конкуренция между разными элитами, безусловно, есть. Вот в последнее время немножко подусилилась, что называется, клан Собянина, да. После того, как Турчака фактически помножили на ноль, а мы обращаем внимание, что все-таки Турчак и просто был секретарем Единой России, а он еще сын, вот мы же все про детей, достаточно близкого Путина-человека, бывшего директора НПО Ленинец, тоже оборонка, кстати, Турчака, да. А его загнали в Медвежий Ургол, в Республику Алтай, один из самых бедных регионов России, один из самых небольших по количеству жителей, при этом там достаточно серьезные проблемы, да. Почему туда сослали? Вопрос, да, есть несколько гипотез, в том числе и то, что он был достаточно в неплохих отношениях с ныне покойным Пригожиным и, соответственно, достаточно жестко критиковал Шойгу, ныне отправленного в отставку с поста министра обороны. То есть могло ему вполне прилететь с задержкой, как это любит Путин, но вот за эту близость с Пригожиным вполне себе могло прилететь. Так что это тоже некое ослабление вот этих клана близких друзей Путина. Если вообще, можем ли мы говорить о том, что эти родственники все остаются при власти либо смогут удержаться при власти, если Путина не станет? Ну, это зависит от того, каким образом его не станет. Если путем революции, так все эти родственники вместе с их, собственно, родителями просто сядут на скамью подсудимых, потому что крови на них и преступлений различных они совершили достаточно. Ну, а те, кто не совершил преступления, будут, конечно же, иллюстрированы. Но это при революционном развитии ситуации. А вот если будет развиваться ситуация эволюционным образом, ну, например, при дворцовом перевороте, если сами элиты будут избавляться от Путина, то, конечно, те, кто от Путина избавится, они будут, что называется, банковать, они будут решать, кого оставлять, а кого пускать под нож. Скорее всего, собственно, те, кто победят в этой внутриэлитной борьбе, сами выживут, но остальных просто тоже пересажают. Так что все зависит от, собственно, того способа, каким будет власть в России меняться. Ну, тоже складывается, знаете, впечатление, что окружая себя дочками, племянницами, женя племянниц на каких-то чиновниках, таким образом Путин, возможно, как человек, которым, да, мы понимаем, в бункер просто так не залазит, испытывая, очевидно, тоже какой-то страх за свою систему, за свой режим, за свою жизнь. Он себя таким образом, возможно, и от некого дворцового переворота, которым вы упомянули, хочет оградить, а убережет ли такая система, такие меры от переворота, от заговора? Ну, если, собственно, заговор созреет, то, конечно, никто его от этого не убережет. Ну, а каким образом привлекать Путина к ответственности, мы будем решать на съезде народных депутатов уже в это воскресенье. У нас есть проект постановления о привлечении Путина к уголовной ответственности, и там, собственно, вот все основные моменты как раз прописаны. Ольга Владимировна, большое вам спасибо за то, что к нам присоединились, побеседовали на эту тему. Всегда вам рады на Freedom. Ольга Курносова, политический аналитик, главный редактор портала «Автор Эмпайр». Напомню, к нам присоединилась. Главные события Украины и мира. Самые интересные аналитические обзоры от авторитетных спикеров на YouTube Freedom. Подпишитесь, чтобы быть в курсе событий.